Всё, закрутилось. Вот она, понеслась. Так, спокойно. Для начала я хочу удостовериться в том, что дело верное. Ладно. Зашли мы с кузеном выпить поглоточку вина. Эрнесто красное взял, а я, знаешь, красное не очень. Я взял себе разы, такое нежное, фруктовое. Сидим и, значит, болтаем за одну девчулю, Эмили. Кстати, она первая, кто дала мне титямбры помазать. Давай без этого, без титя. Не надо лишних подробностей. К сути. Короче, Эрнесто говорит, типа она устроилась домработницей. И что с ней живёт Карлос, ну, который весь район держит. И вот она ему рассказала про хозяина своего. Говорит, очень богатый дедуля. Притом большой человек, хоть и на пенсии. Ну, а Карлос с Эрнесто в одной бейсбольной команде. Ну, и часто тёрки труб. Сечёшь? Вот, ну и вот на днях. Карлос говорит, чувак, прикинь, там в подвале сейф такой, что дом поместится. Ничего себе, дед. Ну, Эрнесто сразу ко мне, потому что я в теме, а я ему говорю. Пусть Эмили через Карлоса передаст тебе для меня, сколько там внутри. А он такой не знает никто. Она сказала лишь чумовой шкаф. Такой конкретный. А значит, там много. Чё? Короче, пошли мы с двоюродным братом Игнасио в музей. Ну, абстракционистов смотреть. Не совсем моё, знаешь, я больше кубизм уважаю. Но я там с одной картины просто пропёрся. Я тебе реально говорю, картина... Луис. Ой, да, извиняй, повела легонько. Чисто от волнения. Короче, короче. Игнасио говорит, йоу, я тут одну чику в баре хотел вчера снять. Нормальная такая. Ну, короче, всё при ней. Сперва у бармена спросил. А вроде ничего такая. Скажи, чёткая ципа, да? А бармен такой, да, ципа шикардос. Ну, подсел я, а девчуля рассказывает. Короче, я типа акула в море журналистского экстрима. И знаю ребят, которые рулят миром, но остаются в тени. Игнасио такой, в натуре. Она, ага. Я не разглашаю своих контактов, но один из них Мститель. Ай, да ну... Да, это очень крутой перед, прикинь. Такой приходит и говорит. Ищу чувака, он недавно в нашей теме. Его новые фишки круче термоядерной бомбы. Муж знаешь? Она такая, я много кого знаю. Один прыгает, другой по стенам ползает. Ещё один летает по воздуху. По конкретнее можешь говорить? А он ей нужен тот, который уменьшается. Я такой, опа-на, но вида не подло, конспирация, типа, и всё такое. Я сказал Игнасио, передай крутому, пусть скажет чёткой цепи, чё хотел, чтоб через брата передала мне, поскольку человек-муравей, это мой другом. Так, всё. Ближе к делу. Это не так просто. Когда мы познакомились, он был в депрессии. А кроме этого, он был ещё и в тюрьме. Жена подала на развод. Я такой, чувак, она тебя не дождалась из тюрьмы? А он такой, да, я думал, мы будем вместе до гроба, а теперь остался один. А я такой, да брось всё пучком, братан, у тебя новый напарник, и знаешь кто? А он заметан, и я Скотти считаем, и друзья... Так, секунду, секунду, обожаю послушать хорошую байку, но вопрос был о местонахождении Скотта Лэнга. Так я к этому и веду. Он у нас вроде живого музыкального автомата. Бросишь монетку, и понеслось. Ну так вот, Скотти выходит, нанимается к Хэнклу, знакомится с Хоуп, а Хоуп такая, я со шпаной не вожусь, зацени стрижку, я бизнес-ляди. А Скотти такой, знаешь, детка, моё сердце разбито, и я не ищу любовь другую. Но вот тебя я поцелую! Перемотаем вперёд, у них уже типа роман, и вдруг Скотти такой, короче, между нами, лечу громить аэропорт с капитаном Америка. А она такая, как ты мог слинять? Ну и гуляй, болван! В общем, Скотти под домашним арестом. Сам-то молчит, но в душе он такой, чёрт! Думал, Хоуп не будет новым напарником. Походу, сам ложанлись. А судьба-то их снова свела, и уже Хоуп такая в душе, как опять довериться, если он чуть что, всё запарывает. Ну а я такой, о, печеньки, малиновая начинка, красный цвет огня, пожар, Горим, ещё пара дней, мы банкроты! Кто банкроты? Пару дней! Хорош!